В молодежном центре «Химик» подвели итоги социального проекта «Счастливая семья. Сильная страна». 560 учащихся вузов, СУЗов и школ Омска и четырех районов области приняли участие в мероприятии, направленном на популяризацию идеи укрепления семьи. В рамках проекта подростки разбирались в вопросах репродуктивного здоровья, юридического и правового регулирования семейных взаимоотношений, а также участвовали в конкурсе социальной рекламы. Самых творческих и активных наградили специальными призами. С нами работали специалисты из разных учреждений по разным направлениям. Были встречи, диспуты, дискуссии, тренинги. И вот сейчас итоговое мероприятие, на котором будет произведено награждение и праздничный концерт для того, чтобы поставить такую жирную красивую точку в этом интересном мероприятии. В рамках фестиваля в фойе «Химика» открылась выставка эстафеты Олимпийского огня на Омских улицах. Учащиеся из научного общества «Поиск» подготовили рисунки на тему зимних олимпийских и паралимпийских игр, выполненные в различных техниках. Мне выпало, скажем так, вологодское кружево. Я решила показать, как олимпийские жрицы в Афинах зажигают олимпийский огонь. И все это выполнило в стиле вологодского кружева, пастелью. То есть вот так. У нас было много работ, выполненных в таких техниках, пастели. И все было выполнено на фоне какой-то орнаментики, каких-то узоров. И все это было взято из художественной разработки уже Олимпийских игр, роскутного одеяла. Работая с этими ребятами, я вижу, что их интерес к спорту, их интерес к живописи – это примерно одинаковые силы побуждения, одинаковые силы чувства. Любое проявление, любой креатив, который связан вокруг темы Олимпиады, Олимпийской эстафеты, он важен для того, чтобы действительно дети своим детским языком понимали, что символизирует Олимпиада, какую она имеет символику. То, что факел, перо жар птицы, как мы его понимаем. Что это действительно перо жар птицы, сказочного персонажа, который близок детям. И участники фестиваля, и все жители Омска с нетерпением ждут встречи с главным символом зимних Олимпийских игр, который прибудет в наш регион 8 декабря.